МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рост цен на продукты в Германии продолжается. За последние недели особенно поднялись в цене самые популярные продукты растительное масло, мука, яйца, молоко. Все ингредиенты для производства хлеба подорожали. Пекарни и хлебобулочные магазины предупреждают о риске нового повышения цен. Многим пекарям из-за роста составляющих ингредиентов хлеба пришлось поднять цены на хлеб, булочки и различную выпечку не менее чем на 20%. Кроме сырья подорожали энергоресурсы и поставка. Чтобы не разориться из-за возросших затрат, объединение пекарей предлагает поднять цену на обычный хлеб на 30%, а на цельнозерновой на целых 40%. Объединение пекарей составили даже список хлебобулочных изделий, стоимость которых вырастет первым делом. Это ржаной хлеб, цельнозерновой, мультизерновой хлеб, хлеб с тыквенными семенами и семенами подсолнечника, булочки с начинкой. Производители молочных продуктов заявляют, что в скором времени молоко и сливочное масло снова вырастут в цене. По их оценке, 1 литр самого дешевого молока будет стоить 1 евро. Причин для повышения цен несколько. Во-первых, это увеличение производственных затрат фермеров на корма для животных, удобрения и топлива. К другим темам. Медики заявили, что употребление грейпфрута, а также соленого, сладкого и зелени, может быть смертельно опасно для пожилых людей. По их мнению, у пожилых обычно бывает гипертония. Соответственно, очень соленые продукты могут вызывать гипертонический криз. Сладкое, в свою очередь, может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Людям старшего возраста также нужно с осторожностью есть зелень. Дело в том, что витамин К, которого в зелени много, например, в петрушке, может увеличить свертываемость крови и способствовать образованию тромбов. А грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны при приеме гипотензивных и других препаратов, которые часто пьют пожилые люди. Редактор субтитров А.Семкин